привет мои хорошие с вами селена свей сегодня я хочу сделать маленький обзорчик на продукцию которые дали мне на пробу но и тут же скажу приколы что эту продукцию я уже давно покупала как бы пользовалась и я являюсь консультантом но ничего не распространяю покупаю только для себя со скидкой поэтому кто знает или не знает компания майтан японская она или какая даже честно говоря не знаю в общем кому интересно можете узнать в интернете но мне дали на обзорчик несколько продуктов и также у меня есть продукты этой этой компании которые покупала ранее я о них вам хочу рассказать если вам интересно оставайтесь со мной и так начну с того что я купила в общем несколько продуктов компании майтан у меня где занималась английским языком там есть магазинчик очень прикольно я все время ходила смотрела у них так интересно сделано знаете у них три цены стоит на каждом аппарате аппарате препарате короче стоит три цены допустим цена которая розничная цена для постоянных покупателей и цена для консультантов с 33 процентной скидкой и мне так у меня так начала жаба душить думаю что это такое а чтобы стать у них консультантом там нужно набрать на 3000 рублей что-то и в общем дадут тебе скидку там еще нужно покупать какое-то количество всего в общем чтобы тебя была постоянно эта скидка так как я не консультант нифига не продавец и не люблю этим заниматься навязывать что-то людям просто делюсь только то что мне нравится да я ну как бы не решалась покупать но я решила написать в эту компанию там а нет не написать мне даже сами как-то написали просто это оказалось эта компания майт а я даже не знала что за компания говорю давайте посмотрю там что за продукция расскажу там если мне понравится и вот когда я уже купила в общем ходила уже узнала что это компания майт а думаю не буду много у них косметики брать но мне нужно было все-таки масочку там умывалочку какую-то я решила взять и попробовать и в итоге потом мне еще прислали три продукта в общем я о них сейчас расскажу, то, что мне прислали, прислали мне, ну, на самом деле, такие продукты, которыми я, на самом деле, не совсем все время пользуюсь, например, крем для рук, кремом для рук я не пользуюсь, но стала пользоваться, потому что под вечер что-то там руки засушились, думаю, ну, вообще, когда ходила учиться на маникюр и педикюр, мне всегда говорили, что даже не лицо, там, да, девушку выдает возраст, там, да, а руки, то есть руки все должны быть в порядке, маникюрщик, увлажняющие всякие штуки, и нам, ну, всегда говорили крема, 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 вот, поэтому я решила, думаю, ну, раз мне его прислали, значит, я его попробую, я, конечно, пользовалась раньше кремами, и могу сказать, что, ну, чем отличается, да, то есть вот такой вот крем мне прислали, что я могу сказать, у него неплохой запах, как я вам всегда говорила, да, что я очень люблю запахи, у него приятный запах, что самое важное, мне кажется, для кремов для рук, это чтобы они быстро впитывались, потому что в основном, если крема не впитываются, потому что ты берешь, и ты чувствуешь жир на своих руках, это вообще не камельфо, да, и вот этот крем, омолаживающий даже написано, с экстрактом орхидеи, он очень быстро впитывается, то есть пока я лежала, да, там буквально, не знаю, за 10-15 минут он достаточно быстро впитался, и, да, кожа была такая мягкая, классная, то есть мне понравилось, да, по текстуре он, ну, вот, как обычный крем такой, мне нравится, то есть, ну, продукт хороший, что еще классно в этой компании, что на самом деле недорогие у них цены, даже если в розницу их брать, просто это я такая думаю, вот, консультант, в итоге у них была акция там в каком-то месяце, и мне дали просто эту карту, просто так, за 15 рублей сделали анкету, я теперь могу все со скидкой покупать у себя, значит, крем хороший, запах отличный, текстура, все быстро впитывается, увлажняет хорошо ручки, вот сейчас даже пока буду с вами разговаривать, они уже будут в отличном состоянии, дальше мне прислали вот такую масочку тканевую, ну, вы, наверное, все знаете, и о ней ничего особенного не могу сказать, у нее запах тоже был обычный, но я пользуюсь такими масками еще в других каких-то марках, ничего особенного прям, чтобы, да, что-то прям случилось, я помолодела резко или что, но маски как маски, я думаю, что они все примерно аналогичные, вот, ну, увлажняет мягкая после него кожа, такая тканевая маска, кладется на лицо, дырки везде, и, в общем, нормально, ничего не могу сказать, потому что такая маска, которая вот с первого раза, мне кажется, не покажет результат, его нужно, ну, нужно пользоваться долго, здесь даже написано, что нужно один-два раза в неделю, а у меня одна такая масочка, я ее использовала, что я могу о ней сказать, она была мокрая, и что она, ну, кожа мягкая после нее, хотя я же ее наносила, когда я делала скрабик и пилинг, после скрабика и пилинга любого у нас будет кожа мягкая, в общем, про масочку сложно мне говорить, и прислали мне на обзор вот такой еще бальзам для тела, Фуху, и, кстати, о нем в интернете вообще ничего не нашла, когда хотела узнать, можно ли мне им пользоваться, там, по определенным причинам, но потом я проконсультировалась с врачом, и мне сказали, да, можно. Здесь, значит, у нас вообще просто универсальный бальзам, он для всего. Его пробовала моя подружка, приходила ко мне в гости с ночевкой, у нее немножко был заложен нос, и у меня как раз не было ни капли, ничего, я говорю, слушай, мне вот дали, что давай ты, потому что, знаешь, здесь нужно, чтобы, вот я сейчас скажу, для чего здесь, от боли в пояснице, мышечных болях, суставных болях, ударах, ушибах, растяжениях, головных болях, укусах насекомых, праздудных заболеваний, рините, варикозном расширении вен, то есть можно все это применять, ну, вот, как ринит, да, если там плохо дышится, его как-то вот намазываешь, она его намазала вот здесь, и спокойно заснула, она сказала, что да, ей помогло, до этого я еще не пользовалась. Потом пришло время мне попользоваться, видимо, где-то я застудилась, и спину у меня бывает, поясничка потягивает с какой-нибудь стороны. И я думаю, наверное, застудила, но здесь вот написано, да, при болях, там, в мышцах или пояснице, думаю, намажу. Я, знаете, так обильненько намазала, оно дало тепло, а я думаю, что оно просто согрелось, и на следующий день у меня все прошло. Состав здесь офигенский, здесь все только натуральное, вот ментол, сейчас я вам скажу, ментол, эвкалипт, масло, колов ойл, еще что-то ойл, еще ойл, в общем, бивакс, в общем, здесь все по-нерусски просто написано, а я этот читок такой. В общем, вот такой универсальный бальзамчик, очень прикольный, единственное, запах у него, конечно, запах у него звездочки напоминает, вы помните звездочка, она тоже у нас была от всего. Он твердый внутри, но я думаю, что если его разогреть, то есть он как масло, знаете, кокосовое масло, оливковое, они тоже твердеют, запах, конечно, жуть, но помогает, да, натуральное все и помогает, тут уже к запахам не придираемся, да, главное натуральное. Ну вот, это то, что мне дали на обзор, как бы оно все у меня стоит, и крем, и вот, руки все, то есть пока я вам рассказывала, руки вообще как были, только мягенькие. И еще, что я покупала, это я покупала вот в таких коробочках, это умывалочка у меня была, это то, что я покупала за свои денежки уже, и маска ночная, которая не смывается, что клево для супер ленивых людей. Выглядит это так, здесь, значит, у нас восстанавливающая ночная маска, ее после умывания на ночь просто намазываешь как крем, она тоненькая, она прозрачная, такая немножечко прозрачная, с розоватым таким отливом, вот, она как гель такая, видите, она размазывается, и на утро, конечно, естественно, после него, если ее не смываешь, она, ну, кожа отличная, в общем, иногда я делаю, так как у меня куча всяких разных масок, запах тоже приятный, такой свежий, не яркий, не броский, я к запахам отношусь хорошо. Что касается умывалки, пенка для умывания от морщин, я ее использую в комплексе, потому что эта умывалка, она очень хорошо очищает все, но после нее кожа не совсем увлажненная, то есть, хоть мне и говорили, что будет увлажненная, да, не совсем увлажненная, она, знаете, как вот после мыла, она прям скрипит такая, ну, то есть, она чистая, я с первого раза с ней снимаю тушь там, да, большой слой, то есть, все супер. Но сверху я пользуюсь другой умывалкой, которая нихрена не смывает, но очень дорогая, в три раза дороже, чем эта, ничего не смывает, но она хорошо увлажняет, то есть, я их в комплексе, короче, делаю, и это идеальное сочетание, потому что здесь она выглядит как крем, ее достаточно просто, вот, беленькая такая, да, ее достаточно просто полсантиметра, чтобы она намылилась как следует, очень хорошо мылится, и запах у нее очень приятный, и то, и у этой, вот у меня очень приятные запахи, они такие свежие, классные. Так что вот такая вот косметика, все, я уже наговорила все очень быстро, вам хочу уже рассказать, чтобы была корка. А, нет, стойте, стойте, еще я за свои деньги купила маску, совсем забыла, я в инстаграме даже выкладывала, золотая пудра называется, она у нас маска для лица. Короче, я так обожаю все эти штуки, вот черная маска, помните, была, потом глиняная маска, не буду показывать сейчас, тоже я ее показывала, классная, она засыхает там пятнами, тоже в инстаграме выкладывала. А это золотая пудра, стоит она вообще недорого, то есть, я ее покупала еще консультантом, даже не была, там она 150 рублей, что ли, вот где-то в этом районе стоит, или плюс-минус, не помню. Она реально с частицами золота, и даже когда ее разводишь в водичке, то есть, приготовление очень быстрое, в молоке или в воде, или там с медом, вот так вот развел себе консентенцию, консенс, 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 та, которая, ну, приятна для нанесения, да, нанесли с тепленькой водичкой, все, оно засохло, и потом быстренько смыли. Ну, короче, прикольная, и она вот такая вот вся светится, даже на лице, когда смотришь, такие вот крапинки золотистые. В общем, она тоже тут увлажняющая, повышает способность кожи к поглощению, сохранению влаги, усвоению активных питательных компонентов, входящих в состав маски. Маска тонизирует, увлажняет, осветляет пигментные пятна, улучшает цвет лица, в общем, супер-пупер. Ну, я довольна, я люблю такие штучки. Золотяшки или черные, или глиняные какие-то. Ну, вот и все. Если мое видео было вам полезным, вы что-то увидели интересное, если у вас появились вопросы, в общем, короче, ставьте лайки, задавайте комментарии, подписывайтесь на мой канал. С вами была Селена Свей, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok